Всем привет, дорогие друзья, и вот подошел к концу розыгрыш iPod Shuffle. Начался он с 9 на 10 августа и закончился сейчас с 1 на 2 сентября. На видео справа не обращайте внимания, у меня произошла небольшая техническая неполадка, а точнее почему-то не записался голос, и сейчас я озвучиваю в iMovie. Всего было оставлено 4206 комментариев, из которых 4191 были пронумерированы. Некоторые пользователи специально пропускали чуть ли не 50 цифр, и в этом мы в будущем убедимся. А если какая-то цифра была повторена несколько раз, то мы просто выберем того, кто раньше ее оставил. Напомню, правила конкурса были такими, вы должны были быть подписаны на канал, а также вы могли оставлять каждый день по одному комментарию, не больше. А так как конкурс делся 22 дня, то вы максимально могли оставить только 22 комментария. Теперь идем на сайт random.org, ставим туда число 4191 и нажимаем Generate. Это число 1020. Возвращаемся к странице YouTube и ищем нужную нам страницу. И мы видим, что под числом 1020 пользователь Transformers 489. Сейчас мы пойдем в почту и проверим, подписан ли он на мой канал. И как мы видим, пользователь Transformers 489 подписан на мой канал. Осталось только удостовериться, что он мне понао оставлял слишком много комментариев. Идем обратно на YouTube страницу. И в Google Chrome даем поиск. Так, Transformers 489. И как мы видим, он оставил слишком много комментариев в один день. Это 2109 и, соответственно, 1020. Ну что ж, Transformers 489, извини, но ты не выиграл. Идем дальше на сайт random.org и выбираем следующее число. И это номер 3848. Идем обратно на YouTube страницу. И это, скорее всего, вторая страница комментариев. Идем туда. И вот это то, о чем я говорил. Благодаря пользователю Arment7 кто-то не выиграл. То есть номера 3848 просто нет. Так как пользователь Arment7 перешел сразу через 36 цифр. Идем обратно на random.org и генерируем следующее число. Это 1510. Его ник Кремикорп. И осталось проверить, подписан он на канал и не оставлял ли он слишком много комментариев. Идем в почту, набираем его ник. И да, мы видим, что он подписан. Теперь проверяем, сколько же он комментариев оставил. И начнем мы с этой страницы. Мы видим всего лишь один. Идем на седьмую страницу и опять набираем Кремикорп. Тут ни одного комментария. Восьмая страница. Тоже один комментарий. На девятой странице мы обнаруживаем один комментарий. Теперь переходим на пятую страницу, так как мы начали с шестой по нарастающей. Нету. Нету на пятой странице. Идем на четвертую. И точно так же ищем его. Один комментарий. Все четко. Идем на третью страницу. Один комментарий. Все четко. На второй странице нет ни одного его комментария. И теперь идем на первую страницу. И тут он оставил целых три комментария. Значит, первый 10 часов назад. Второй один день назад. И третий. Два дня назад. Все четко. Ничего не нарушено. Все правильно. Поздравляю тебя, Климми Корп. Ты выиграл iPod Shuffle. Значит, тебе ничего делать не нужно. Я с тобой свяжусь. Еще раз тебя поздравляю. Ты стал счастливым обладателем iPod Shuffle. А те, кто не выиграл, не расстраивайтесь. Я планирую на 15 тысяч подписчиков сделать розыгрыш iPod Nano. На 10 тысяч ничего делать не будем. Так как эта отметка, в принципе, уже недалека. А бюджета, увы, мне не хватает. Еще раз, дорогие друзья, извиняюсь за технические неполадки в плане звука. Но, как говорится, люди учатся на своих ошибках. Следующий раз буду проверять по несколько раз перед съемкой. Ну что ж, надеюсь, всем понравился розыгрыш. С вами был AppleExpert. Ждите новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok